В состав рабочей группы вошли не только представители органов власти и застройщиков, но и сами дольщики. Общая задача – подготовить предложение по усовершенствованию законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Уважаемые коллеги, члены рабочей группы, огромное спасибо всем, что в наше время приняли участие в нашем совещании. График этих совещаний мы всем членам рабочей группы разошлем. Они у нас все уже утверждены, были регулярны, мы с местом согласовали. На заседании обсуждались вопросы по проблемным объектам Одинцовского района, а их, к сожалению, немало. Это жилищные комплексы «Гусарская баллада», резиденция «Горки-10», высокие жаворонки, изумрудная долина, западные ворота в столице и новостройка по улице маршала Жукова, дом 23А. Большое число данных объектов, которые недостроены или по разным причинам присутствуют люди, которые не получили до сих пор, оплатив квадратный метр, их до сих пор не получили. И данная проблема, она в некоторых случаях имеет решение, где-то она решается очень медленно, поэтому наша задача предложить нашим жителям правильные схемы, четко обозначить сроки, когда люди получат долгожданные метры. Дольщики смогли лично задать участникам заседания вопроса. На встрече людям разъяснили текущую ситуацию по каждому объекту, рассказали о реализуемых механизмах завершения их строительства и пояснили, какие на данный момент осуществляются меры для решения их проблем. От Минстроя нам бы хотелось все-таки добиться регулярных встреч и регулярной информации по вопросам, которые возникают в районе. Да, если вопросы накопились, пожарские всегда готовы встречаться и встречались, по-моему, сейчас претензии в сторону Минстроя, что он не идет. Мы всегда с Андреем Викторовичем, с Владимиром Ивановичем, по-моему, на площадке объясняемся с вами. Дольщики хотят лишь одного – справедливости. Люди устали от бесконечных судов и обещаний застройщиков, от многолетней неопределенности. За это время некоторые компании успели обанкротиться, у других арестована земля, а кто-то из застройщиков даже находится в уголовном розыске. Не умеешь работать в 214 МФЗ, есть другие способы быть застройщиком. Бери там кредиты в банке, строй жилье, продавай готово. А если ты работаешь в рамках 214 МФЗ, будь готов сесть. Не предоставил – сел. По итогам заседания рабочей группы по каждому проблемному объекту составили дорожную карту. Вся информация впоследствии будет представлена в Госдуму и Федеральный Минстрой. А в ближайшее время состоится еще одно совещание рабочей группы для детальной проработки самых острых вопросов, касающихся обманутых дольщиков. Анна Макарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.